ЕГЭ хоть и отменили, но выпускникам в этом году предстоит решить задачку намного сложнее. Отметить выпускной и церемонию вручения аттестатов безопасно, да еще и весело. Возможно ли? Сейчас узнаем. Какой он выпускной 2020? Коронный. Это? Это значит, что он не как у всех будет. Значит, будет самый лучший. Как настроение? Супер! Привычного парада выпускников в этом году нет, но почувствовать себя настоящими звездами Голливуда сегодня могут все. Для выпускников бендерских школ «Красная дорожка». В парке Александра Невского сегодня выпускники 16 и 11 школы. Ребята из других школ и гимназий придут на свою церемонию вручения аттестатов в другой день и время. Сделано это для того, чтобы не было массового скопления. Это самое любимое, красивое место горожан. Это историческое место. И поэтому, наверное, знаково будет, что именно в этом месте будет в дальнейшем проходить церемония вручения аттестата выпускникам. Ну и, пожалуй, самое время для любимой традиции выпускники танцуют свой прощальный школьный вальс сегодня со своими родителями. Кажется, такому карантинному выпускному бендерские школьники рады. Ну а что, кроме традиционной красной ленты, на память останется маска, да еще воспоминания о дистанции. Интересно, а как настроение у терраспольских выпускников? Пойдемте смотреть. Настроение у столичных школьников, могу сказать, с уверенностью отличное. Особенно у тех, кто закончил школу на одни пятерки. Сегодня им вручают медали и долгожданные красные аттестаты. Какие вот ощущения, когда вешаешь на шее медаль золотую? Это очень хорошее ощущение, незабываемое. Не расстроился, что пришлось школу закончить именно так, 11 классов? Дистанционное образование. Вообще, как тебе далось? Да, поначалу было немножко сложно, непонятно, но мы справились с этим. И золотое медаль этому подтверждение. Аттестаты и медали выпускникам вручают первые лица страны. Благодарят ребят за 11-летний труд и поздравляют с окончанием школы. Вы действительно сделали первый, но очень важный шаг в своей жизни. Причем прошли его достойно, и государство это отмечает. Вы действительно золотая молодежь не только города Террасполь, но и Приднестровской Молдавской Республики. В этом году в Террасполе рекордное количество выпускников – 109 ребят. Чтобы все поместились, медалисты растянулись вокруг фонтана в три ряда. Родители за своими детьми наблюдают со стороны и делятся с нами секретами воспитания. Никакого секрета, просто любовь, наверное, должна быть очень сильная. Уважение к ребенку, понимание, поддержка, конечно, во всем. И вот такая гордость у нас получилась. Что сегодня чувствует мама? Гордость, радость. Знаете, такое ощущение, что это моя медаль. Наряды у выпускниц ничем не хуже, чем в прошлые годы. Хотя трудностей у модниц было больше. Границы закрыты, магазины тоже. Но красоток это не напугало. Почему именно такой фасон? Мне он, во-первых, идет, и во-вторых, я люблю яркое. Поэтому я выбрала именно такой цвет. Я о нем давно мечтала. Хотела именно золотое, но именно такое. Как во время карантина нашли такие шикарные наряды? Заранее сделали, еще в феврале. То есть тоже шили? Да. Наряд шили многие выпускницы. Настя, например, еще зимой пришла в ателье. Как чувствовала, что будет карантин. Весной ателье закрылось и только недавно вновь заработало. Платье дошивали за день до выпускного. Некоторые девушки из-за карантина от своих нарядов все-таки отказались. Выпускной сезон у меня начинается с января месяца. И примерно больше 20 платьев я успеваю пошить. Но в этом году примерно около 14. В этом году к платью от швеи карантинный подарок в виде маски. Ну а что? Модно и оригинально. Как тебе такой аксессуар в виде маски к вечернему выпускному платью? Думаю, в данный момент это очень актуально. Есть своя изюминка. Кому хорошо, так это юношам. Особенно ребятами с Суворовского училища. Над нарядом точно заморачиваться не пришлось. В этом году здесь первый выпуск. Суворовцы получают аттестаты. Смешанное чувство гордости и тоски. Потому что три года с открытия обучался в этом училище. Были достойные моменты, когда вы сливались со всем коллективом. Дружили, жили вместе и так далее. И как бы не хочется прощаться с ними. В первом выпуске 18 ребят. Почти все они этой осенью продолжат учебу в военном институте. Ну а потом станут кадровыми офицерами Приднестровской армии. Суворовцев лично поздравлял президент. Самое главное, здесь из них сформирована личность. Самостоятельная личность, которая способна принимать решения и брать на себя ответственность. Я убежден, у вас все будет хорошо. Главное ничего не бояться. Идти вперед и работать. Ну и пускай в стране карантин с масками и дистанцией. Выпускной должен состояться при любой погоде и обстоятельствах. А такой праздник точно запомнится надолго. Несмотря на ситуацию с пандемией, нам все-таки удалось отметить этот замечательный праздник. Окончание 11 лет школы. И я хочу сказать большое спасибо всем нашим педагогам, преподавателям города за все их труды и старания. Хочу пожелать удачно поступить, без сложностей и хорошо начать учебу. Чтобы добивались своих целей, чаще всего эти цели должны исполняться. То есть то, что вы запланировали, то, что вы хотите, чтобы они исполнились, добивайтесь их. Я действительно желаю всем счастья в жизни, чтобы все их мечты сбылись. Свои собственные, конечно, я бы тоже хотела воплотить их в реальность. И ты счастлива? Да, конечно, очень сильно. Впереди взрослая жизнь. В ней у каждого будут новые, уже не школьные экзамены. А сегодня все мысли о планах, мечтах и будущем, каким оно будет, в том числе и масштабах страны, зависит от выпускников. Яна Раковская, Александр Зелинский, Андрей Овчинников и Владимир Погоня. Отражение.